Девушки отдыхают Девушки отдыхают Между речи великих рек Аму-Дарьи и Сыр-Дарьи Ученые считают, что один из корней могучего древа мировой цивилизации находится именно здесь Задолго до нас люди разных языков и вер на этой щедрой и красивой земле настойчиво искали свой путь к истине Положительный опыт наших предков, имевших разные воззрения на Бога опыт мирной жизни рядом друг с другом это, пожалуй, главный итог исторического развития Средней Азии Романтические руины древних городов во множестве сохранились в этой части планеты Раскопкам и изучению среднеазиатских древностей, в том числе и христианских посвятила свою жизнь академик Академии наук Узбекистана Галина Анатольевна Пугаченкова Надо сказать, что христианство, оно потепенно завоевывало широкий круг народов и стран Проникло оно и на Средний Восток, в частности в Центральную Азию Есть письменные свидетельства, археологические объекты И они показывают, что уже в первых веках нашей эры христиансы проникают отчепенно на восток Основая здесь свои колонии и в частности даже целой митрополии Столица среднеазиатского междуречия Самарканд Или Мараканда, как называли ее в древности Рассказывает академик Эдвард Васильевич Ротвеладзе Недалеко от Самарканда, местности Ургута Судя по письменным источникам, особенно средневековым Существовала большая христианская община, христианские монастыри И это подтверждается очень интересными находками Там на скалах около Ургута есть надписи, выполненные сирийским письменностью Которое было принято у нестариан И надписи эти, к сожалению, они плохо сохранились Но некоторые из них несут и христианские имена А там же были найдены их символы христианские, изображения крестов Вообще изображения крестов на предметах материальной культуры Они найдены очень достаточно широко на территории Средней Азии И в Меру, и в Самарканде, и на территории Бакты Тахаристана, и в Семеречии И они как раз свидетельствуют о том, что здесь широко распространялось христианство Это предметы материальной культуры Найденные археологами в Средней Азии Здесь, на перекрестке всех караванных путей древности Уживались самые различные верования и культы Скульптурные извояния, воздвигнутые на степных курганах кочевниками Так называемые каменные балы Соседствовали со священными изображениями огнепоклонников, зороастрийцев На древних городищах довольно часты находки глиняных ассуариев Культовых зороастрийских гостехранилищ На некоторых из них мы видим христианскую символику Археологические находки свидетельствуют, что в первые века нашей эры Здесь мирно сосуществовали зороастризм, зародившийся в Средней Азии Христианство, пришедшее с Запада И даже буддизм Раскопки Брестарова-Термеза на холме Фаястепе Открыли остатки целого буддийского монастыря С памятниками искусства мирового значения Считалось, что на основании письменных источников, что христианство проникает в Среднюю Азию в 4 веке нашей эры Есть, конечно, легендарные свидетельства о том, что апостол Фома был тут значительно раньше И одна интерпретация говорит о том, что апостолу Фомы досталась Индия Особенно интересно, что упоминается там имя царя Гандафара, у которого вот как раз апостол Фома ввел свои проповеди Дело в том, что этот царь очень хорошо известен Он известен по так называемым индо-парфианским монетам Ну а другое направление этой христианской традиции В связи с тем, что апостол Фома попал в Центральную Азию другим путем, так сказать, сухопутным путем Он шел через Иран и через Бактрию Вот такие два, так сказать, существуют традиции христианских Вот одна из них сближается с историческими данными Царь Гандафар правил первой половины первого века нашей эры Апокрифы, старинные христианские сочинения Утверждают, что ученик Христа, апостол Андрей Первозванный В своих странствиях из Восточной Европы доходил до песков Хорезма В те далекие времена, в нижнем течении Мударьи Существовало большое могущественное государство Древний Хорезм, где апостол и основал христианскую общину Историкам известно, что уже в IV веке в Хорезме Образовалось хвалистское архиепископство антиохийской патриархии Общины христиан-мелькитов, согласно изысканиям ученых Играли определенную роль в жизни хорезмийского общества На протяжении нескольких веков Легенды утверждают, что в Гургандже, древней столице Хорезма Земля хранит с библейских времен могилу ветхозаветного патриарха Иова Безжалостное время оставило нам от великолепного Гурганджа Лишь руины в пустыне Именно здесь жил и творил великий ученый средневековья Абурий хан Альберуни В его трудах находим мы упоминание о появлении первых христиан В древнем Мерве через 200 лет после рождения спасителя Харабак Ашук Он был расположен к северу от Мерва Его исследованием занималась профессор Пугаченкова В течение многих лет в составе Южно-Туркменистанской экспедиции Этот памятник был обстоятельно обмерен и исследован Выяснилось по планировочным особенностям Что он соответствует христианским храмам 6-7 веков нашей эры Древний Мерв, где обосновались первые христиане Стоял на знаменитом веках торговом пути с запада на восток По маршрутам Великого Шелкового пути Передвигались из Рима в Китай Или из Китая в Рим Не только караваны с диковинными товарами Вместе с купцами, воинами и погонщиками верблюдов Путешествовали сами идеи Так Средняя Азия превращалась как бы в гигантский котел Где возникали, развивались, сменяли друг друга древние цивилизации Оставляя потомкам свои моральные и художественные ценности Христиане верят, что нетленные мощи самого евангелиста Матфея Хранились в отдаленном монастыре На острове среди озера Иссык-Куль Так обозначено на знаменитой средневековой каталонской карте 1375 года Действительно, ученые на дне озера Иссык-Куль Вблизи берега Кайсары Обнаружили остатки затонувшего старинного города Известно, что в древности в этих местах существовал большой армяно-грегорианский монастырь Так что убеждение, что один из авторов Нового Завета Святой апостол Матфей покоится над ней Сык-Куля Имеет под собой вполне реальную почву И сейчас удачливые ныряльщики извлекают здесь из-под воды То черепок древнего сосуда То какой-то резной обломок А если повезет, то и золотую монетку Монеты попадаются с христианскими изображениями и надписями И вот из семеречья христианство распространяется далее на восток, в Китай И надо сказать, что первые проповедники христианства в Центральной Азии Были православные, мелькиты, христиане Такого ортодоксального толка А начиная где-то с 4-5 веков нашей эры Широко распространение именно сыграли нестариане И вот христианство нестарианского толка широко распространяется в Средней Азии Об этом свидетельствуют в том числе наряду с письменными источниками и археологические находки Сейчас вот на территории Центральной Азии найдены разнообразные христианские памятники В том числе это монастыри Это предметы культа Это нумизматические объекты с изображением Христов И также другие, так сказать, черепки, так называемые, остраки С надписями христианского содержания, упоминанием имен христианских священников И очень интересными памятниками являются так называемые намогильные кайраки В 13-14 веках и есть и более ранние 8 века, 9 века нашей эры Вот они, намогильные камни, кайраки Ценнейшие памятники христианской древности Средней Азии На них высочены кресты святого Константина И надписи причудливым древнесирийским письмом Эстрангелло Сейчас известно уже более 700 кайраков А когда ученые впервые обнаружили неведомые науки христианские памятники С тюркскими именами на территории нынешней республики Кыргызстан близ Бишкека Это была сенсация В 7 веке в Среднюю Азию пришел ислам Тем не менее, сам ислам тоже воспринял некоторые черты христианского и более древнего библейского вероучения И памятники явно свидетельствуют об этом Рассказывают, что во время своих странствий в Средней Азии Библейский патриарх Иов спас от смертельной жажды жителей Бухары В одно страшное засушливое лето С тех пор древний неистекающий целебный источник носит имя Чешма-Аюб Источник Иова Позднее, в 11-12 веках, было построено над источником оригинальное здание, сохранившееся до наших дней Недалеко от Термеза, на острове посреди Амударьи, возвышается средневековый мусульманский мавзолей Зулькифы Специалисты считают, что под арабским именем Зулькифы, получивший долю, подразумевается один из ветхозаветных пророков Илья, Осия или Захария, почитаемый и на востоке, и на западе А в Самарканде, у одного из холмов древнего Афросиаба, стоит мавзолей с мощами библейского пророка Даниила Или, как его зовут на востоке, Данияра Великий полководец и государственный деятель Амир Тимур В 14 веке привез эту христианскую и одновременно мусульманскую святыню в свою столицу Легенда утверждает, что в том месте, где лежат мощи пророка Данияра, будет царить мир и благоденствие Не только в столицах, но и на окраинах Среднеазиатского междуречия сохранились христианские древности Таков, например, известный Таш-Рабат в горах Кыргызстана, бывший первоначально христианским монастырем древней Кашгар-Наукетской епархии Памятники старины неопровержимо свидетельствуют о том, что идеи христианства проникли в эти места очень давно По крайней мере, за несколько веков до крещения Руси Христианство – неотъемлемая часть многотысячелетней истории народов Средней Азии Где из года в год, из века в век, мирно уживались друг с другом разные воззрения на божественные Пятьдесят третий аят пятой суры Корана гласит Если бы Бог захотел, Он установил бы из вас одну религиозную общину Но Он хочет испытать вас тем, что дает вам Поэтому будьте ревностны друг перед другом в добрых делах Всем вам будет возвращение к Богу И Он ясно укажет вам то, в чем вы разногласите между собой Председатель Духовного управления мусульман Узбекистана Муфти Абдурашид Бахрамов Мир ваш, пусть Аллах не спошлет вам добро и благополучие Слава Всевышнему В Узбекистане все граждане, независимо от религиозной принадлежности, национальности и языка Живут в мире и дружбе Если в эти священные дни Рождества говорить о наших братьях, исповедующих христианскую веру То надо вспомнить, что в Коране по велению Аллаха написано, что самые близкие друзья мусульман Это насоры, христиане У нас очень хорошее отношение с Владыкой Мусульманские праздники Владыка приходит к нам в духовное управление Поздравляет всех мусульман В свою очередь, в этот священный день я тоже поздравляю с праздником От имени всех мусульман Узбекистана Владыку и всех людей, исповедующих христианскую веру Пусть наш родник дружбы никогда не иссякнет Архиепископ ташкентский и среднеазиатский Владимир Когда Христос родился, люди услышали песнь ангелов Слава Вышник Богу и на земле мир в человеческих благоволения Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы открыть людям Царство Небесное Это означает, что та преграда, та стена, которая была между Богом и человеком, разрушилась С Рождеством Христовым началась наша эра И хотя в падшем мире еще осталось зло, грех и смерть, но мир изменился Христос возвестил, что в смысле жизни, не в удовольствиях смертного тела, а в вечной радости Духа Всему объемлющему миру, всем народам проповедовалось Святое Евангелие Учение Христа Спасителя, в котором Он говорит Относитесь к людям так, как Вы бы хотели, чтобы они относились к Вам Рождество Христово для нас не стало отдаленным событием древней истории И сейчас, благодаря правительствам, умножаются и украшаются храмы Тысячи людей молятся в них Всевышнему В одаровании всем людям доброты и любви, мирного жития и вечной жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Древняя апостольская церковь утверждала, что согласие людей разных вер благотворно для человеческого общества Это верно и для современности Поэтому призыв разных вероучений жить в мире друг с другом услышан жителями нашего края Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok